Здравствуйте, в эфире Енисей. Новости и я, Надежда Винокурова. Куротко о главных темах дня. Затоплены дороги и огороды. Уровень в реке Кан превысил критическую отметку. Вода продолжает пребывать. Наказать рублем вандалов. Власти решили помочь владельцам зданий, разрисованных граффитистами. С хороводом, песней и пирогами. Красноярские чуваши отметили национальный праздник Акатуй. Вышедший из берегов Канн затопил сразу несколько микрорайонов. Каннский уровень воды в реке уже превысил критическую отметку и продолжает расти. Под водой оказались дороги и приусадебные участки. Анастасия Тель о том, как развивались события. Вот сейчас со спасателями едем в зону затопления. Приезжаем участок, затопленный водой на УАЗике. Пешком здесь идти не советуют. Вот так выглядит дорога к микрорайону Восточный. Пересечь ее без опаски можно разве что на внедорожнике или лодке. Тем же, у кого нет ни того, ни другого, приходится идти пешком по колено в воде. А куда деваться? Не на работу скоро. Вода из переполненного Кана накрыла районы, расположенные в низине и вдоль русла. Острова Восточный и Красный Огородник. Поселок Строителей, район мясокабината и сплавконтора. У людей затоплены огороды и приусадебные участки. Вот единственная проблема, чтобы картошку затопило, не знаю. Выживеть нет. До грядки что-то все. Где 25 назад тут была такая вещь. Но у меня было сейчас обратно, если получилось. К домам река пока не подошла, но спасатели готовы, в случае чего эвакуировать местных жителей. Уровень Кана уже превысил критическую отметку. В течение дня вода продолжает прибывать. Я думаю, немного, наверное, прибудет. Дело в том, что Петропавловка находится у нас отсюда на 80 километров. 80 километров – это где-то время движения вот этой воды получится где-то в пределах 20 часов. На помощь местным спасателям уже отправились специалисты из Красноярска. Сейчас ситуация под контролем. В администрации Канска держат руку на пульсе. Канс готов и разместить. Но у нас максимум будет, если вода даже еще поднимется, будет подтоплено 24 дома. Проживает 60 человек, из них 10 детей. Мы разместим их в гостинице. В зонах подтопления продолжают дежурить полицейские. Если вода все же подберется к домам, жителям рекомендуют немедленно звонить в экстренные службы по телефону 112. Анастасия Тиль при поддержке телеканалов Лимон ТВ и 5 канал Каннск. И под данным на 8 вечера уровень воды в реке Канн составляет 399 сантиметров. Это почти на полметра выше критической отметки. Мы продолжаем следить за ситуацией на востоке края. А вот в Ирбейском районе ситуация постепенно стабилизируется. Мы уже рассказывали, что из-за обильных дождей и разлива рек там затопило подворье и дороги к поселкам. Жители трех населенных пунктов оказались практически отрезанными от внешнего мира. Сейчас вода пошла на спад. За сутки уровень в местной речке Агул снился на 30 сантиметров. Настоящая стихия сейчас бушует в Иркутской области. Там затоплены десятки населенных пунктов. Тысячи людей эвакуированы. Известно об одном погибшем. Сразу в нескольких районах объявлен режим ЧАЭС. Из-за сильного паводка пришлось перекрыть почти 20 километров федеральной трассы Сибирь. Так что добраться по ней из Красноярска в Иркутск сейчас невозможно. Запрет действует для всех видов автотранспорта. Водителям же советуют использовать альтернативный маршрут – региональную дорогу Тайшет-Чунобратск. И к другим темам. Крупный пожар в Рыбинском районе. Эти кадры сделали очевидцы в городе Заозерный. Там в субботу загорелся торговый центр. Видно, что огонь охватил крышу здания. Повсюду густой дым. Пожару присвоили вторую категорию. На месте работает 7 единиц техники и 25 человек личного состава. Причину возгорания еще предстоит выяснить. Не исключено, что произошло короткое замыкание электропроводки. Наказать рублем вандалов красноярские власти решили помочь владельцам разрисованных граффитистами зданий разыскать горе-художников и взыскать с них ущерб через суд. Для этого даже организовали бесплатные юридические консультации. Подробности в сюжете Дианы Хатяшвили. Такие каракули на стенах теперь могут дорого обойтись тем, кто портит фасады домов. Чаще всего горе-художники остаются незамеченными, так как и разрисовывают стены ночью. Но их все же находят. К примеру, недавно попались трое парней. По предварительным данным, именно они изуродовали более сотни домов в центре города. Доказать удалось только пять случаев вандализма, но и этого оказалось достаточно для серьезного наказания. Молодые люди получили по неделе ареста и до конца июля должны заплатить более 50 тысяч рублей. Составили сумму к возмещению ущерба, то есть мы посчитали, какой вред был нанесен, посчитали сумму ущерба. И на сегодняшний день была составлена претензия в отношении этих молодых людей, которые нарисовали это граффити, о том, что они должны возместить этот ущерб. Если они в добровольном порядке этого не сделают, то, конечно же, мы выйдем в суд и в судебном порядке будем взыскивать эту сумму ущерба. Если вандалов не удается поймать, фасады приводят в порядок за счет средств жильцов дома или предпринимателей, если разрисован, к примеру, магазин. В случае, когда художники установлены помочь возместить ущерб, взялась администрация центрального района. Там юристы бесплатно проконсультируют и помогут подать заявление в суд. Во-первых, работаем с полицией. Во-вторых, у нас есть административные комиссии. Все зависит от тяжести произошедшего. Нам необходимо для начала пресечь тех лиц, которые наносят вред. Я далек от мысли, что кому-то мы дадим тряпку и так далее. У нас есть для этого силы и средства. Основная мысль – это попытка перевоспитать людей. Однако многие горожане считают, что лучше вандалов для начала заставлять самих оттирать свои художества. И жаль, что такого закона нет. У нас принудительные работы запрещены. То есть кого-то заставить принудительно что-то делать в России нельзя. То есть по решению суда, либо это должно быть добровольное решение. Как-то так побудить его устыдить, застыдить. Товарищеские суды какие-то. Ну нет у нас такого пока. Ну, конечно, они не симпатизируют. Но я думаю, что если исправить следующие пакостные вещи, вот эти, вот эти и вот то, что здесь облуплено и прочее, тогда это поможет. Закрасить или отмыть здание от рисунков и надписей – непростая работа, которая может занять от часа и до нескольких суток. Всё зависит от того, какую нанесли краску и на какую поверхность. Приводят в порядок стены как и коммунальщики, так и сами собственники. Есть несколько способов убрать краску. Если она свежая, поможет моющее средство. Но не в нашем случае я использую растворитель, но и он не всегда может помочь. Тогда в дело идут более профессиональные вещества. Чаще всего фасады портят подростки. Они так самовыражаются, а некоторые идут с баллончиком на дело ради лайков в интернете. За таких будут отвечать родители. Если же художник повзрослее, ему самому будет грозить штраф или арест до 15 суток. А в случае, если испорченное имущество нельзя восстановить, лишение свободы на срок до двух лет. Диана Хатяшвили, Павел Пателицын, Енисей. Новости. Как создать онлайн-сервис для оплаты услуг или, к примеру, записи к врачу? В Красноярске лучшие IT-специалисты соревновались в создании новых цифровых проектов. Участники предлагали свои идеи для развития электронных сервисов в образовании, транспортной сфере и ЖКХ. Все они вышли на региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Его победителями станут лучшие из лучших в самой передовой и развивающейся отрасли информационных технологиях. И они смогут воплотить свои разработки в жизнь. Задача такая вот снимать показания счетчиков и автоматически передавать их на сервер. Большая утечка воды, допустим, к примеру, перепад данных у нас появится. И уже по этим данным можно вызывать аварийные службы, которые будут ехать и разбираться на место. На открытии регионального этапа побывал и губернатор Александр Ус. Он пожелал участникам удачи. Многие из них будут строить высокотехнологичное будущее страны. Тем более, что потребность в IT-специалистах сейчас высока. По результатам конкурса вот такие яркие звезды мы увидим, которые в сотрудничестве со специалистами из Москвы, Казани, в частности, создадут у нас здесь, в Енисейской Сибири, ту самую очень нужную нам команду. Визг тормозов и неподдельный азарт. В Емельяновском районе прошли необычные автогонки. На трассе только патрульные машины, а за рулем дорожные полицейские. Чемпионат среди сотрудников ГИБДД в Красноярске уже стал ежегодной традицией. Как прошел спортивный праздник, расскажет Евгения Шелковникова. На гоночной трассе сегодня во всех смыслах жарко. Под палящим солнцем собралось больше тысячи зрителей, чтобы стать свидетелями необычных заездов. На этот раз в скорости и мастерстве соревнуются дорожные полицейские. Среди участников гонщики в погонах со всей Сибири. На старте их приветствует губернатор Александр Ус и главный гособстоинспектор России Михаил Черников. Мне очень приятно присутствовать на родной Красноярской земле, где проходят такие прекрасные мероприятия, как сегодняшний открытый чемпионат по кольцевым гонкам. Они дают нам возможность в очередной раз убедиться, что это не только строгие офицеры, но прежде всего люди, у которых есть целая гамма человеческих качеств, таких как драйв, азарт, склонность к оправданному риску и благородство. Участники выжимали из патрульных машин под 140 километров в час. В воздухе запах жженой резины и неподдельного азарта. На каждом финише зрители взрываются аплодисментами, особенно когда в лидеры выходили красноярские полицейские. А они сегодня практически никому не оставили шансов. Глядя с трибуны, тут скорость скрадывается, потому что расстояния-то большие. А сидя там в автомобиле, я уверен, что там и адреналин, и все присутствует. Мне понравилось очень, интересно. Азарт вот такой, что да, болеем за наши красноярцы. Помимо основных событий на трассе, для зрителей устроили концерт, игры с аниматорами и целую автомобильную выставку. На парковке за гоночным кольцом соорудили огромную фотолокацию для гостей с ретроавтомобилями разных лет. В каждой машине можно посидеть, почувствовать себя настоящим гаишником и, конечно, сделать фотографию на память. Такой праздник запомнится красноярцам надолго, а многие автолюбители поймут, что гонять можно по правилам. Не на дорогах общего пользования, а на специальных трассах с тем же драйвом, азартом, но в безопасности. Евгения Шелковникова, Алексей Овсянников и Павел Пателицын. Енисей. Новости. С хороводом, песней и пирогами красноярские чуваши отмечают национальный праздник Акатуй. Считается, что обряды и ритуалы, которые проводят в этот день, помогут посевам набрать силу, а значит осенью с полей соберут богатый урожай. На праздники побывала Анастасия Тиль. Вот так подзвонкие песни красноярские чуваши отмечают праздник земледелия. Чтобы посевы взошли, гостей обязательно угощают сдобы с яблоками и ватрушками. Ну и, конечно, главное украшение любого стола – куголь. Большой пирог с картофелем и мясом. Национальная одежда тоже обязательный элемент торжества. В народных костюмах чувашей только три цвета – белый, красный и чёрный. Татуженские головные уборы щедро украшены звонкими монетами. В давние времена они считались хорошей защитой. Чувашские женщины, они были воинственные, приходилось им воевать. И тогда женщины наравне с мужчинами вставали, одевали кольчуги из себя, одевали шлемы вот эти в деньгах. И тех давних времён это всё осталось. Вот такие головные уборы чувашские девушки делали себе сами. Традиционно здесь бисер и монеты, причём в прежние времена они были серебра. И можете представить, сколько они весили, ну и не меньше 5 килограмм точно. Ну и, кстати, закрытая макушка говорит о том, что девушка не замужем. В Красноярском крае живёт больше 11 тысяч чуваши. В эти дни Акатуй празднуют практически в каждом населённом пункте региона. Но самый большой праздник традиционно проходит в Шуваево. Сюда съезжаются подворья со всего района. Если дословно перевести, это свадьба плуга сахой. То есть саха спахала, семена посеяли. Теперь вот на этом празднике просим Всевышнего о том, чтобы дождь прошёл, чтобы лето было тёплое, чтобы осенью могли собрать большой-большой урожай и сыграть свадьбу. Потому что чуваши, в отличие от других народов, только после сбора урожая можно было проиграть свадьбу. Акатуй в нашем крае отмечают уже 17 лет. Готовиться к празднику чуваши начинают в Загодя, с момента подготовки семян. Ну а сами гуляния начинаются лишь после того, как в полях все работы уже закончены. Анастасия Тили, Всеволод Никитин, Енисей, Новости. Далее вас ждёт прогноз погоды и блог «Полезная информация». Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго.